Всем привет привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили на продажу А32. Это средний танк 4 уровня коллекционная машина. Данное предложение представляет собой набор, который состоит из А32 и определенного рода плюшек, которые в него положили за 5 долларов. За 5 долларов вы получаете саму машину целых 14 дней премом, что довольно таки прикольно и классно. Вы получаете каму на данную машину, но мне, честно говоря, данный камуфляж как-то не сильно заходит. Хотя, с другой стороны, это все равно симпатичнее, чем то, что стоит у меня. Поэтому, если бы я его получил, однозначно бы поменял себе. Каму абсолютно простой, без анимации, без ничего. Что касается X5, то они, ребят, подходят на все машины, что тоже очень классно, потому что в совокупности с 14 днями према существенно поможет вам прокачать какую-нибудь ветку, которую вы пытаетесь сейчас себе продвинуть вперед или добраться до десятки. Целых 30 бустеров голды. И, в принципе, ребят, я бы рекомендовал вам, если вы средний игрок, то считать математику того, насколько бустеры будут вами реализуемы, сколько вы с этого получите, берите за основу 15 золотых монет на каждый бустер. Ну, просто потому что за проигрыш на 10 уровне вам дадут всего лишь 10 золотых монет. Ну, а если это будет победа, то 20 золотых монет. Соответственно, среднее при 50% побед проигрышей получается у вас 15 голдовых монеток за каждый бустер. Таким образом, получается, что с этих 30 бустерочков вы, ребят, получите 450 золота, что тоже, кстати, довольно неплохо. А если вы играете еще немножко получше, то и того больше получите. Слот в ангаре, открытое все оборудование, но оборудование дешманское на 4 уровне, поэтому я его в учет брать не буду, но в целом уже есть такая усталая практика, что когда разработчики продают какие-то машины за реальные деньги, то, соответственно, к ним идут всегда открытые все слоты оборудования на любом уровне. А вот за голду там уже бывают вопросы. За голду порой продают просто саму машину и слот в ангаре. И вы, ребят, еще получаете себе приказик на 10 побед. И если вы эти 10 побед сделаете, вы сможете открыть один контейнер, собери их все. И я бы не сказал, что это прям самый крутой, самый выгодный контейнер, потому что здесь крайне низкие шансы выпадения машин. И почему-то исторически так сложилось, что ребятам отсюда практически ничего не выпадает. В основном выпадает какая-то там вот эта вот нижняя шелуха. И, в принципе, все ребята-игроки в последнее время в комментариях под моими видео плюются в отношении конкретно данных контейнеров. Хотя, казалось бы, здесь-то машин. Мама, не горюй, есть где разгуляться, но шанс выпадения всего 0.05. То есть не полпроцента, а всего лишь 0.05%. Короче говоря, шансы крайне маленькие. Плюс к тому, здесь получается такая кухня, что если выпадает вам, пускай даже не премиумная машина, а коллекционная машина, которую можно за золото продать, то в любом случае вы получаете компенсацию серебром. Тоже какой-никакой, а все-таки нюанс. Но что же все-таки, ребят, касающиеся А32, и стоит ли, в принципе, сама машина этого? Сейчас к этому вопросу вернемся. Последнее, что давайте подпожим. 450 золота вы сразу получаете, плюс 14 дней премам, которые сколько-нисколько, а все-таки в магазине денег стоят. Если вы возьмете себе предложение, допустим, 2 раза по 7 дней, то это получается уже 2500 голды. 2500 голды здесь, да плюс еще 450, там получается, грубо говоря, для ровного счета 3000 золота. И эти 3000 золота вы, по сути, купили за 5 баксов. Уже практически выгодно. 750 не хватает для того, чтобы считать по 750 голды за 1 доллар. А за сколько же можно продать сам А32? Так вот, если вы захотите данную машину себе продать для того, чтобы голдишкой поживиться, вы получите 1450 золотых монет. Таким образом, получается, что данный набор, он является абсолютно окупаемым. Если вы и так потратили бы золото на 14 дней према, если вам и так хотелось бы или вы планировали покупать себе X5, короче говоря, набор действительно выгодный, если переводить его из денег в ресурсы. И сочетание, да, вот цена-качество очень даже классное у данного набора. Что же касается самого А32 как о машине, то я скажу вам то же самое, что говорил во многих видео, касающихся А32. И в пределах данного видео вот здесь сверху будут всплывать ссылки на мои обзоры на А32 и дополнительные катки. Не поленитесь, зайдите, посмотрите, если А32 интересует вас именно как танк. Так вот, ребят, А32 хоронит его долгое, просто ужасно долгое КД в 8,8. С очень большим временем сведения и просто огромным разбросом. И при этом все, машина с установленным всем оборудованием и с амуницией дает вам всего лишь 955 единиц, господи, вашего ДПМа, за, ну, как бы, не очень хорошей броней, еще и скрытым. Почему говорю именно такими словами? Потому что там броня у танка просто ужасная. Ее практически нет. Он весь, хоть и оранжевый, но поверьте мне, абсолютно картонный. Вот со всех сторон даже не буду там вдаваться в какие-то подробности. Самая крепкая, как вы видите, передний стык верхнего и нижнего бронелистов, передняя планка вот эта, здесь 63. Ну, короче, разговаривать по броне здесь, в принципе, не о чем. Вас разбирают все, особенно если против пятерок, то сразу лапки в руки и давайте в сторону ангара. И именно из-за вот этих вот приколов с... мало того, что плохим временем перезарядки, я бы сказал ужасным, которое приводит в совокупности с уроном, который машина наносит всего лишь к неполной тысяче единиц ДПМа, с учетом того, что это один из худших показателей на уровне, так этот ДПМ его еще и реализовать практически невозможно, потому что, как я уже сказал, орудие косое, с очень большим разбросом, с крайне большим временем сведения, и плюс картонная неживучая в боях машина, все это в совокупности приводит к тому, что этот товарищ крайне плохо выживает и крайне плохо собирает в пределах боя нормальное количество урона. Есть хуже, ребята, безусловно, допустим, тот же самый АМХ-40, который все утей называют, или утка просто. Ну да, здесь, конечно, все гораздо печальнее. Что касается Гризли, то его беднягу обидели. Это вообще премиумная машина, и она, в принципе, должна была быть по определению лучше, чем те же самые коллекционки. Ну, вот так вот исторически сложилось. Проходные машины и то имеют лучше заявленный ДПМ. И даже тот же самый АЦ-1 Сентинел, которого раздавали перед Новым Годом абсолютно всем поголовно, тупо бесплатно, он и то является более играбельной машиной. Обратите внимание, у него на целых 34% выше заявленный ДПМ. И его еще и реализовать получается гораздо лучше, чем на А-32. Безусловно, будут какие-то катки хорошие на А-32, в которых вы будете чувствовать себя сухо и комфортно, в которых вы сможете получать нормальные результаты. Но определенного рода фана от игры вы не получите однозначно. Что касается скорости машины, да, безусловно, в отношении скорости передвижения, это безусловный лидер на уровне. Он всех разрывает просто-таки в клочья. У него целых 70 скорость при 45-48 у самых крутых машин на уровне. Поэтому, ребят, говорить о том, что это слабоподвижная машина, вам не придется. Но толку от этой подвижности, как правило, очень мало. Что касается доходности. Доходность 133%, и это вроде бы типа классно, но все-таки тот же самый АЦ-1 Сентинел имеет 155% доходности и играется гораздо комфортнее, веселее и интереснее. Вот такая вот кухня получается. При этом всем, на удивление, процент побед составляет 52,5%. Но не спешите радоваться. Дело в том, что данную машину за последнее время катало всего 45 игроков. И если посмотреть, допустим, на АЦ-Сентинел, которым обладает огромное количество игроков, которые не попродавали машины ради наживы в виде золота, то вы обратите внимание, что эти 325 игроков набили 51%. То есть 52,5% и 51%. Не такая уж и большая разница. И то, что здесь прям такое красное, а здесь такое великолепное серенькое. Нет, ребят. Ну просто посмотрите на сочетание и поймете, что просто не все прям рукастые катают АЦ-1 Сентинел. Ну и понятное дело, что в эту всю там когорду из 325 игроков, даже если зашло 25 игроков с не сильно ровными руками, то вот вам и результат в 51%. А здесь 52, ну пускай там с половиной, с 45 игроков. Ну то есть, в принципе, статистика сама за себя говорит. Есть, конечно, безусловный ридер М7, 57% побед. Круто, не спорю вам. И это, в принципе, еще один дополнительный гвоздь в гробу А-32 именно как машины для игры и фана. Ну что, давайте теперь этого маленького монстрика попробуем выкатить из ангара. Попробуем, что он может. Сейчас обязательно убедимся в том, чтобы мы не попали там в какую-нибудь, не знаю, превосходство гравитацию или еще куда-нибудь. Ну и поехали посмотрим, что А-32 представляет собой в обычном стандартном бою. И я не делаю сейчас ставку на то, что из этого получится что-то годное. Дело в том, что машина крайне сложно реализуемая и ожидать от нее с учетом заявленных характеристик по орудию не приходится абсолютно. На дальних расстояниях вы, в принципе, практически никчемны. Что касается средних расстояний, там еще, как говорится, бабка надвое гадала и как боженька башлет. Вот приблизительно так летят снаряды. Ну а что касается каких-то близких расстояний, то да, окей, хорошо, на близких расстояний машина может дать тычку с пробитием, с нанесенным уроном, но потом она уходит на перезарядку практически на 9 секунд. И это, ребят, не седьмой уровень 9 секунд. Это четвертый левел. Левел, на котором, как правило, машины обладают существенной скоростью перезарядки, довольно-таки приятной. Некоторые машины обладают какого-то рода барабанными орудиями и они весело и задорно будут носиться вокруг вас, вы будете вокруг них, но при этом вы будете впустую носиться, а они вам будут, пускай, даже и не сильно крутые, но тычки все-таки отбрасывать. И особого удовлетворения я уверен, что вы от этого получать не будете. Ну что ж, ждем захода в бой. К сожалению, на низких уровнях не так уж легко туда попасть, хотя, в принципе, казалось бы, ну, можно было бы нас как-то все-таки засунуть в игру. Подождем, увидим, а там покатаем. Итак, друзья, наконец-то нас вроде бы забросило в бой, последние подготовки проводит система и мы все-таки ринемся разбрасываться тычками. И я для себя в очередной раз сделал вывод, что, наверное, правильным было бы на машины нижних уровней снимать обзоры приблизительно так. Зашел в ангар, нажал кнопку в бой, потом начал рассказывать про машину, показал все технические характеристики и потом, если вдруг чего, еще там каких-то полчаса подождал, пока в бой тебя закинет. Наверное, так будет более правильно. Подвижность машины просто супер, обалденная. Ты действительно классно, весело, бодро перемещаешься по карте и получаешь от этого массу удовольствия. Теперь давайте на секундочку сейчас подъедем наверх, остановимся, вот вам время сведения. То есть вот время сведения... Нет, не так. Сейчас было не совсем показательно. Давайте еще раз подъедем. Ну давай, гризли, ну либо вашим, либо нашим. Хорош стоять. Подъехали, вот пошло время сведения и вот пошел выстрел. Я уже не ждал полного сведения. В меня, как видите, тоже довольно-таки неплохо влетело, абсолютно спокойно. Чего бы там ни происходило, все равно приятного не будет. Как я уже сказал, особой точностью машина не обладает. Время перезарядки я бы сейчас уже этого товарища добрал, но я еще на перезарядке нахожусь. Теперь, что касается точности на каких-то плюс-минус средних расстояниях. Вот сводимся, бросаем. Сейчас больше, чем везение, но по большому счету в пределах разброса орудия летает, ну, очень часто, как попало. И это, ребят, на средних расстояниях. Если говорить о малых расстояниях, все классно, все окей. А вот если говорить о больших расстояниях, то здесь, безусловно, вам, ну, особо, как бы, счастья не сыскать. Подъезжаем, попробуем помочь раздамажить вот этого товарища. Ну, а тут я уже косанул, здесь я уже не буду грешить на пушку. Опять-таки, ухожу на долгое время перезарядки. Отхватываю от кого-то прячущегося вот там вот за камнем, за кустами. Поехали, мы посмотрим, что это за товарищ такой наглый там стоит, кто нам в корму забрасывал и делал нам неприятно. Ну, вот самое страшное в этой машине, это все-таки, действительно, ребят, время перезарядки. А это, кстати, М7, который обладает классным количеством побед на уровне, о котором мы говорили с вами, глядя в табличку. Так, крутить на данной машине очень классно, тут вопросов нет. Единственное, что, что М7, он тоже довольно бодро поворачивает орудие. Но при этом всем как-никак осправляться с А-32 можно. Главное, чтобы у вас хватало на этом каких-то моральных сил. Вон, кстати, А-32 стоит сейчас. Товарищ, видите, не хватает именно как раз времени перезарядки. То есть, в принципе, можно было бы мириться с не сильно точным орудием, можно было бы мириться с полной картонностью данной машины, но мириться с тем, что ты перезаряжаешься существенно дольше, чем твои соперники, а порой перезаряжаешься практически в два раза дольше, но это не очень хорошо. Сейчас обязательно заедем еще в один бой. Я, правда, не знаю, сколько времени займет заход в еще одну катку, но мы обязаны ее сделать по той причине, что вот такие вот быстрые скоропостижные бои, они не всегда являются показательными. Ну и, соответственно, поскольку скоропостижный бой был для наших соперников, соответственно, мы победили. У нас 770 единиц урона. Я стрелял практически каждый раз, как у меня выпадала на это возможность и, как вы видите, благодаря этому занимаю второе место в команде по урону. Но не спешите радоваться, как правило, вот такое количество урона вы будете наносить плюс-минус там в каждом бою, если поймете, как на А-32 играть, но это не будет гарантией того, что вы будете находиться на первом-втором месте в победившей команде. Здесь же победа произошла только потому, что вот эти вот трое ребят у соперников отыграли не сильно хорошо. Будем называть вещи своими именами. Ну и, соответственно, в этом и была была у нас причина нашей победы. Ну что, погнали в следующую катку. Попытаемся что-нибудь сделать. Обратим внимание единственное, что на то, что углы склонения у орудия довольно приятные, комфортные, минус 7, а средний урон 140, что в целом, ребят, для своего уровня очень даже неплохо. И также стоит обратить внимание на то, что когда вы переходите на кумулятивные, если вдруг вам не хватает времени, ой, господи, не хватает вашего пробития, которое составляет 85 миллиметров, вы получаете 120 миллиметров пробития, а ваша альфа падает всего лишь на 20 единиц. Ну а если вы бросаете осколочно-фугасные с пробитием в 20, то типа получаете возможность получить 200 единиц урона, но 20 это очень малое пробитие осколочно-фугасным на четвертом уровне. Поэтому особо часто фугасами вы пользоваться не будете. Ну и что касается, ребят, того, чтобы бросать наверх, то бросать наверх очень комфортно 22, но это вам понадобится крайне-крайне редко. Хотя бывает такое, что где-то на горке кто-то спрятался. Ну что, погнали во вторую каточку. Итак, друзья, прошли очередные две минуты того, как балансер, скажем так, засовывал нас насильно в бои в песке. И я вот сейчас, пользуясь секундочкой, хотел бы поделиться своим скромным мнением по поводу того, что разработчикам необходимо было бы все-таки обратить на это внимание. И мне очень обидно, как игроку, который любит, допустим, там, песочные танки и любит порой заехать в песочные бои для того, чтобы пофаниться, мне становится непонятным и отчасти обидным, почему разработчики на это не обращают внимания, что игрокам приходится ждать по 2-3 минуты захода в бой, при этом выставляют песочные танки постоянно на продажу в составе каких-то наборов. Зачем вы тогда их продаете? Если вы хотите, чтобы их покупали, ну, сделайте так, чтобы игроки могли на них зайти в бой, но не только же покупать данные машины ради того, чтобы их в золото перевести. Но это глупая политика, и мне бы очень хотелось, чтобы разработчики ее пересмотрели. Теперь, что касается нашей машины. Давайте потихоньку пытаться поддержать наших ребят, хотя я так понимаю сейчас по обстановке, что, скорее всего, ничем хорошим данный бой не закончится. что хочется сказать про машину именно как потенциал фана. Потенциал, безусловно, есть. Безусловно, очень классно и весело можно поездить по карте, помотаться, кого-то позакручивать, но для этого всего однозначно необходима поддержка ваших союзников. То есть, если рядом с вами союзников нет, вы не сможете это реализовать, потому что вас будут разбирать, а вы в ответ бросить не сможете. Кому понравится данная машина именно как танк для игры, для получения удовлетворения? Эта машина однозначно понравится для тем, кому нравится, допустим, там, леопард 5 уровня барабанный или луч тот же самый коллекционный. Блин, косой, а шокопец на ходу орудия. Сейчас просто, наверное, влечу в него вот так вот нагло. Хоть какой-то фраг сделаю, пускай даже немножко хп-шки своей скину. Так вот, ребят, вот такие вот игроки, которые любят быстрый подвижный геймплей, им понравится и те игроки, которые умеют играть на картонных машинах, им зайдет. Те ребята, которым все-таки картонные машины не по душе и те ребята, которым не обязательно весело и бодро носиться по карте, а достаточно где-то плюс-минус спокойно ехать, им данная машина не сильно понравится. Вот сейчас видите, что происходит? Такая-таки мне не хватает моего КТ для того, чтобы гризли отправить в ангар вовремя. Успел его забрать, уже сделал все, что смог, сделал два фрага, одного товарища все-таки вынес тараном, просто потому, что времени перезарядки мне не хватало, но это правда, правда про А32, вот таким, какой он есть на самом деле. А теперь давайте будем суммировать. Что хочется сказать, подбивая итоги? Подбивая итоги обзора самого танка, мнение о танке я уже высказал. Как я уже сказал, его хоронит его КД, именно поэтому вы можете смело не рассчитывать на большое количество вывозимого с боя урона, но в данном бою я занял первое место. Занял первое место, потому что я не побоялся первым полезть в драку на горе, добрал одного товарища сугубо просто тараном и успел откинуть в гризли. Вот таким вот образом получил первое место, но в проигравшей команде. Теперь, что касается, ребят, плюсов, минусов по машине. Уже обсудили, однозначные минусы, косое орудие, долгое сведение и просто капец, какое долгое время перезарядки. Однозначные, это были минусы, однозначные плюсы по машине. Плюсы по машине это классная суперская подвижность, бодрый, веселый геймплей. Все. Это все, что можно по ней кратенько сказать. Ну, а по предложению, я уже сказал, оно очень выгодное в отношении того, что вы из него получаете, если вы даже А32 продадите и оставите себе 14 дней према, X5, ну, короче говоря, те плюшки, которые туда положили, да плюс еще и, глядишь, может что-то кому-то выпадет из того же самого контейнера, который вы сможете получить за 10 побед, выполнив приказ, который тоже входит в набор. Вот такой вот он А32, вот такой вот он набор за 5 баксов. Покупать или не покупать, решать вам, мое дело показать и высказать свое субъективное мнение, ну и, соответственно, честно заценить машину и показать, чего вам от нее ожидать, если вы средний игрок в данной игре, ну и в частности любите 4 уровень. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!